Михаил Плецковский. Разноцветные зверята. На опушке леса, примастившись на пеньке, сидел лягушонок-прык-скок и рисовал кисточкой на холсте бабочку, которая покачивалась на ромашке. Рисовал и пел. Услыхал песенку лягушонка-зайчонок, выглянул из-за березки и выбежал на опушку. Высунул из-за кустов мордочку медвежонок и тоже заковылял к лягушонку. — Здорово! — похвалил зайчонок, взглянув на картину. — Я так не умею! — А ты, лягушонок, где-нибудь учился на художника? — поинтересовался медвежонок. — Нет, Ква, я такой родился, — ответил лягушонок-прык-скок. — А вам нравится, Ква-Ква, бабочка на моей картине? — Она такая розовая и поэтому красивая, — сказал зайчонок. — Вот если бы я был таким розовым, то меня бы, наверное, тоже считали самым красивым зайчонком на свете. — А я бы хотел быть наполовину зелёным, а наполовину синим, — мечтательно произнёс медвежонок. — Тогда бы я тоже сделался самым знаменитым медвежонком в нашем лесу. — Вот Квак! — удивился лягушонок. — Если всё дело только в этом, Ква-Ква, то я согласен вам помочь. Кисточки у меня есть, краски тоже найдутся, Ква-Ква. Лягушонок взял в лапки две кисточки и принялся за работу. — Да чего же ты розовый! — ахнул медвежонок и погладил зайчонка по голове. — А ты тоже! Да чего же зелёно-синий! Ну просто совсем синий-зелёненький! — похвалил зайчонок и погладил медвежонка по спине. Когда медвежонок заглянул в свою берлогу, то мама-медведица, которая варила обед, даже ложку от испуга на пол уронила. — Это что ещё за зверь такой? — зарычала она. — Я не зверь, я же медвежонок! — послышался жалобный голос. — Мой сынок! Буренький! А не такой разноцветный! Убирайся, пока цел! — погрозила медведица кочергой. Убежал медвежонок и встретил в лесу грустного зайчонка. — Мама не узнала меня! — захныкал зайчонок. — И меня тоже! — махнул лапой медвежонок. А в это время солнышко над лесом зевнуло, сбило облако, как подушку, закрыло глаза и уснуло. Сразу стало темно и страшно. — Что будем делать? — спросил зайчонок. — Спать! — зевнул медвежонок и улёгся калачиком под берёзку. Улёгся и засопел сразу. Зайчонок положил в изголовье охапку рыжих листьев и стал смотреть, как на небе включаются серебряные звёздочки. Смотрел-смотрел зайчонок и уснул. Утром приятели проснулись и побежали к ручью умываться. Видят, мостик через ручей сломан. — Давай починим мостик! — предложил медвежонок. — А разве это мы его сломали? — спросил зайчонок. — Это не важно. Мы его починим, и он не только нам, но ещё кому-нибудь пригодится. — И я не возражаю. И я, как ты, — согласился зайчонок. Пока они чинили мостик, пока возились в ручье, вся краска отмылась, и побежал по лесу разноцветный ручеёк. Проскакал по мостику лягушонок, прыг-скок, и похвалил. — Кваквой прекрасный мостик! — следом за ним протопала по мостику медведица и пробосила. — Превосходный мостик! — Это я! Это я! Это мы его починили! — радостно закричал медвежонок. И бросился к маме-медведице. Мама-медведица приласкала медвежонка. — Умница! А я? — спросил зайчонок. — И ты, Кваква, молодец! — сказал лягушонок и пожал зайчонку лапку. — Мама, а как ты меня сегодня узнала? Ведь я же синий-зелё... — Нет, зелёной оси! — удивился медвежонок. — Ты обыкновенный, буренький! — улыбнулась мама. — И вправду, — почесал затылок зайчонок, — ты совершенно бурый! — А ты совсем не розовый, а серый! — заметил медвежонок, взглянув на зайчонка. — Вас ручей отмыл, Кваква! — пояснил лягушонок-прыкскок. А мама-медведица сказала. — Теперь вы стали знаменитыми на весь наш лес. Когда кто-нибудь пройдёт по этому мостику, то обязательно скажет спасибо зайчонку и медвежонку, которые его починили. — Вот видите, Кваква, для того, чтобы прославиться, не обязательно быть Кваква разноцветными! — добавил лягушонок. — Приходите ко мне в гости, Кваква, и я непременно вас нарисую! Ква!